Добрый день, глубоко уважаемые председатели, коллеги. Хочу выразить огромную признательность и благодарность организаторам форума за приглашение и возможность здесь сегодня выступить. Позвольте представить вашему вниманию сообщение, посвященное Популяционному раковому регистру Республики Беларусь. Современная система развития онкологической помощи сегодня не может эффективно работать без оценки результатов целевых программ и мероприятий, основанных на данных канцерегистров. В данной таблице представлены далеко не полный перечень индексных показателей, формирующихся на основе данных регистра и включающих сведения о заболеваемости злокачественными образованиями, смертности от них, состоянии ранней и поздней диагностики, отдаленных результатах лечения, летальности и ряда вспомогательных показателей. В Беларуси регистрация злокачественных образований была начата с 1953 года. До начала 70-х годов учет осуществлялся на основе первичных извещений о вновь зарегистрированных случаях злокачественного образования, без формирования компьютерных баз данных и персонификации сведений. Начиная с 1972 года в Беларуси функционирует автоматизированная система регистрации онкологических заболеваний, которая в последующем была усовершенствована в соответствии с требованиями Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения и получившей название Белорусский канцерегистр. Белорусский канцерегистр Обеспечение сохранности и установленном порядке доступности ретроспективной и текущей информации из базы данных регистра. А также реализация возможности обмена информацией и организации совместных исследований с другими регистрами рака на международном уровне. Целью функционирования Белорусского регистра является персонифицированный учет и динамическое многолетнее пополнение сведений о лицах, у которых установлен диагноз злокачественного образования на территории всей страны. Принципами работы Белорусского регистра является обязательное закрепленное законодательством регистрации злокачественных новообразований, полный охват территории страны, работа групп регистра во всех специализированных онкологических диспансерах и постоянное пополнение данных по результатам лечения и диспансеризации. Положение о деятельности Белорусского канцерегистра регламентировано 485 приказом Министерства Республики Беларусь от 2011 года. Белорусский канцерегистра охватывает всю территорию страны. Основные структурные подразделения регистра, отвечая за сбор и верификацию данных, входят в состав онкологических диспансеров. Функциональными единицами первичного учета диспансерного контроля и уточнения судьбы пациентов являются кабинеты врачей-онкологов, центральных районных больниц и городских поликлиник. Межрайонные онкологические диспансеры имеют группы регистра для сбора, контроля и учета данных и передачи их на областной уровень. Областной уровень, в свою очередь, представлен отделениями регистров, которые функционируют на базе организационно-методических кабинетов областных онкологических диспансеров. Окончательная информация поступает на республиканский уровень, представленный отделением канцерегистра и Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова. В Беларуси подавляющее большинство онкологических пациентов проходит обследование и лечение в онкологических диспансерах и научно-практическом центре онкологии. Это значительно облегчает сбор и унификацию сведений. Большая часть информации, поступающую в базу данных, поступает из первичных медицинских документов. Кроме того, в онкологические диспансеры направляются специальные извещения и выписки из других организаций здравоохранения, в которых был пациенту установлен диагноз злокачественного образования. Извещение о впервые установленном злокачественном образовании заполняют и отправляют в онкологические диспансеры, также патоморфологи, при обнаружении опухоли в результате вскрытия. Белорусские канцерегистра регистрируют все случаи злокачественных солидных опухолей, а также злокачественного образования кровотворной и лимфатической ткани. Случаи заболевания инситу регистрируются для различных локализаций, но не включаются в расчет показателей заболеваемости злокачественного образования. Для кодирования диагнозов злокачественных новообразований до 1999 года в стране использовалась международная классификация болезни 9-го пересмотра. То есть с 1999 года топография злокачественных новообразований кодируется по международной классификации 10-го пересмотра. Для кодирования морфологических форм злокачественных новообразований используется третье издание международной классификации онкологических болезней МКБУ-3. С 2004 года при кодировании рака инситу используются коды международной классификации болезни 10-го пересмотра D00-D09. Сведения, учтенные до 1999 года, приведены в соответствии с современной системой классификации. И в настоящее время база данных канцерегистра дополнена блоками для учета данных иммуногистохимических и молекулярно-генетических исследований. При возникновении у пациента нескольких опухолей, каждая опухоль в базе фиксируется отдельно, согласно четырехзначному коду МКБ-10. Злокачественные образования одного органа должны при этом иметь разное гистологическое строение. Записи связаны единым кодом пациента и могут при необходимости анализироваться совместно. При подсчете случаев злокачественных наобразований и расчете заболеваемости, каждая синхронная первично-множественная опухоль, выявленная в отчетном году, учитывается программным обеспечением как отдельный случай. Таким образом, для каждого вновь установленного случая заболевания в регистр поступают все сведения о методах, с помощью которых был установлен диагноз, и информация о полученном лечении, также диспансеризации пациентов и отдаленных результатах лечения. На выходе из конца регистра мы получаем различные выписки, извещения, протоколы запущенности, а также статистические формы и отчеты государственной отчетности. Для научно-организационных задач, научно-организационными задачами регистра является оценка новых методов диагностики злокачественных наобразований, методов лечения, а также методов профилактики и скрининга. Контрольными показателями являются показатели заболеваемости, эффективности диагностики, охвата лечения, выживаемости и смертности пациентов. В данной таблице представлен основной перечень статистических показателей, которые мы получаем в конце регистры. Это заболеваемость, представленная абсолютным числом выявленных случаев, грубыми и стандартизованными показателями, эффективность профилактических осмотров, сведения о чистоте, морфологическая верификация диагноза, распределение вновь выявленных злокачественных новообразований по стадиям. С 2013 года в регистр внедрена функция внесения изменений в установленную стадию в течение трех месяцев после постановки диагноза, уточненная стадия заболевания, о сведениях о лечении пациенток, смертности, а также выживаемости пациентов с злокачественными образованиями и контингенте лиц, состоящих на диспансерном учете. В 2018 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 52 584 новых случаев злокачественных новообразований. Стандартизованный показатель составил 315 на 100 тысяч населения. Частота диагностики злокачественных новообразований на ранних стадиях первая и вторая стадии заболеваний составляет 61%. Пятилетняя скорректированная выживаемость для всех стадий составила почти 59%. Для первой и второй стадии данный показатель составляет 84%. Грубо стандартизованный показатель смертности также в 2018 году составил 106 на 100 тысяч населения. На основе данных в конце регистра составляются и издаются ежегодные статистико-аналитические сборники злокачественного образования Беларусь. С 2012 года издается аналитический сборник «Статистика онкологических заболеваний» на базе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии. В 2014 году в нашей стране было принято решение о создании поприентированного приложения к конце регистра. В настоящее время проходит внедрение и установка данного приложения во всех диспансерах страны. Чем отличается веб-приложение от текущей версии к конце регистра? Веб-приложение – это приложение с единой общереспубликанской базой данных, в то время как текущее приложение имело локальные базы данных в каждом диспансере, что вызывало необходимость передачи информации, то есть копирования баз данных и слияния с основной базой данных на республиканском уровне. Доступ к функциям системы определяется набором прав в соответствии с выполняемыми пользователями задачами. Это в новом приложении, то есть регистратор не сможет сам изменить настройки конца регистра. Для подключения к новому приложению также не надо специального оборудования, а только достаточно доступа к интернету и браузеру. Так как база едина, отсутствует возможность дублирования, которая раньше возникала из-за ввода информации на одного пациента в разных регионах. Пациенту первичный диагноз устанавливался в Брестской области, его родственники забирали в Минск и опять же ставили на учет. И пока информация из Бреста, из Минска не поступала на республиканский уровень, дубли мы выявить не могли. Также обеспечена безопасность хранимой информации и отказоустойчивости системы. Так выглядит вход слева в левом нижнем углу в новую версию, в конце регистра, в правом – это текущая версия. Поисковые запросы в правом, в левом нижнем углу – это текущая версия, в зеленом фоне – это то, что было разработано для веб-приложения. А также карта пациента, старая и новая версия. И списки, которые мы получали в старом приложении и в новой версии. Сегодня база данных Белорусского конца регистра содержит более полутора миллионов записей о больных с локачественным образованием, при том, что все население Беларуси составляет чуть более 9,5 миллионов человек. Благодарю за внимание. Спасибо. Какие вопросы к Олесе Александровне? Что по-белорусски? Спасибо. За замечательный Ваш доклад. Скажите, пожалуйста, у Вас несколько раз промелькнуло, что Вы подсчитываете выживаемость. Каким методом Вы рассчитываете выживаемость онкологических больных у себя в Беларуси? Большое спасибо за вопрос. В Беларуси мы рассчитываем три показателя выживаемости. Это показатель общей выживаемости, скорректированной и относительной. Показатели рассчитываются актуриальным методом. Для относительной выживаемости мы используем также модели ДРР2. Продолжение следует...